Можно просто сесть и саму искать классное сочетание нот. Чистая импровизация. Чтобы уметь играть, не нужно быть профессионалом. Две стальные пластины, между ними полость. Вот и весь инструмент. Звук рождается при касании металлических язычков. В швейцарском ханге вместо них выемки. В этом отличие пермского аналога. Четыре года назад я хотел себе ханг. Это похожий на эту штуку инструмент в виде летающей тарелки. И ввиду того, что его очень трудно достать, он дорогой, я решил сделать его сам. Андрей создавал инструмент в течение года. После открыл свою мастерскую. Производство проходит в 13 этапах, а один из самых главных – настройка. До идеального звучания доводят филигранно шлифуя каждый язычок, изменяя геометрию поверхности. Эта настройка, я бы сказал, одна из самых древних. Она называется пигми. Комбинации нот классические. Например, китайская пентатоника. Мотивы выходят самые разные из самых разных мировых жанров. Поэтому от заказчиков нет отбоя. Из Австралии, Новой Зеландии, Америки и даже Африки. А отдельная история – оборудование для производства. Оборудование, основное для производства наших инструментов, мы разрабатываем сами. То есть у нас есть инженерные программы, проектируем в 3D, заказываем детали, собираем, отлаживаем. Потому что, как правило, под наши инструменты нет готовых изделий. Вот и специальный токарный станок сделали своими руками. Взяли обычный и изменили там диаметр заготовки и матрицу. Также используют печь для обжигания металла и пресс для скрепки пластин. Получается не хуже, чем у швейцарцев. Это самый загадочный инструмент в мире. Используют его для релаксации и для медитации. Потому что звуки его расслабляют. В мире всего полсотни производителей таких инструментов. А в России их примерно 20. Сейчас ханги пербского производства уже есть у перкуссиониста группы Бориса Гребенщикова и Би-2. А скоро появится и у барабанщика ДДТ. Мария Лазарева, Матвей Вершинин, Часпик.